Как думаешь, назначение Конте в Тоттенхэм это заведомо тупик? Ведь Тоттенхэм с любимыми трансферами не будет бороться за победу в АПЛ и Лиге Чемпионов. А Конте конфликтовал даже там, где выигрывал. Ну, честно говоря, мне кажется, что это точно не может рассматриваться тупиком с точки зрения Тоттенхэма. Мне кажется, вы как-то однобоко, только с точки зрения Конте смотрится на ситуацию. А Тоттенхэм взял тренера, который явно больше из себя представляет, чем Тоттенхэм как клуб. Который более топовый, чем Тоттенхэм как клуб, вот так вот правильно будет сказать. И это большой успех, и это успех, который даже, несмотря на провальное назначение Нуну в этом сезоне, может принести Тоттенхэму место в Лиге Чемпионов. Даже если не перенесет, то пятое место и та борьба, которую Тоттенхэм при Конте составил, и то, как он стал командой Конте, узнаваемой командой Конте по ходу сезона, мне кажется, даже это будет хорошим уровнем работы относительно того, где он брал эту команду. То есть для Тоттенхэма это точно не может рассматриваться как тупик. Для Конте, с одной стороны, может быть, с другой стороны, может он все-таки понимал, что уже не так велик спрос на него в клубах, которые могут иначе себя позиционировать. Вернее, даже не так велик в конкретном моменте был спрос вот в этих клубах. Сейчас, может быть, это изменится. Например, есть те же слухи о назначении Конте в ПСЖ. И учитывая, что этот вопрос случился, я его зачитал из чата, давайте еще ответим на несколько вопросов Конте. Это такой плавный переход будет уже. Вернемся к основным темам стрима. И Конте, кстати, одна из этих тем, и он стал этой темой именно по вашей инициативе. Потому что я особо не собирался про него говорить. Ничего такого супер-примечательного с Антонио Конте на этой неделе не случилось. Но вы задали несколько вопросов, которые пользовались поддержкой, спросом, и которые весьма содержательны. Поэтому, отталкиваясь от этих вопросов, давайте еще дополнительно дообсудим Антонио Конте. Первый вопрос формулируется так. Вадим, очень много людей почему-то считают, что Антонио Конте оставляет после себя выжженную землю. И дальше в кавычках, где это упоминалось. Британский стиль с Елагиным. И подкаст «Это Англия». Ораторы, которые это говорили, были на самом деле разные. Ну, в общем, такой источник приводится. Вообще, много где слышал такое мнение, почему люди так думают. И дальше, что больше всего мне нравится в этом вопросе, можно сказать, такой заказный вопрос. Дальше мне говорят, какое мнение про Конте правильное, какое я должен озвучить. После трех подряд титулов с Ювентусом он оставил команду, которая и без него выигрывала пять чемпионств подряд. За два сезона в Челси он занимал первое и пятое место в АПЛ, ушел с Кубком Англии, заменивший его Сари, сходу вернул в Челси в четверку и выиграл Лигу Европы. Нынешний Интер вообще, похоже, повторит достижения самого Антонио и возьмет чемпионство. Так в чем же проявляется выжженная земля после Антонио? Объясните, пожалуйста, людям, вот начинается заказная часть вопроса, которые так считают, что они неправы. Многие из них тоже смотрят ваш стрим. Наверное, это прямо какие-то конкретные знакомые автора вопроса. Заранее спасибо за ответ. Я заранее тогда извиняюсь, потому что я займу такую немножко промежуточную позицию. Я соглашусь, что если мы говорим о точности слов, то выжженная земля, наверное, неправильная формулировка именно для того, чтобы применять ее к Антонио Конте. И те примеры, которые вы привели, то, как его команды после него же себя показывали, это хороший аргумент. Вот если конкретно против выжженной земли спорить, это не выжженная земля, это правда. Но в то же время все-таки нужно понимать, что под этим, может быть, не точно выражаясь, обычно люди имеют в виду немножко другое. Имеют в виду краткосрочность успехов и задачи, которые можно возложить на Антонио Конте. То есть, конечно, сейчас вообще мало тренеров, которые все должно прямо сойти, чтобы тренер проработал пять сезонов в одном клубе. Но случай Антонио Конте отличается от других тем, что с ним даже теоретически нельзя строить планирование таким образом, чтобы загадывать на такую перспективу. Потому что он, пускай действительно выжженной землей это называть не совсем правильно, не совсем корректно, потому что он все равно так долго в командах не задерживается. Все равно нацеливает все свои методы на решение именно краткосрочных задач. И дальше, на самом деле, уже все зависит от того, кто приходит после него. Действительно, если мы говорим о уровне состава, то это не выжженная земля. Но не забывайте, в каких условиях он уходил из каждого из этих клубов в Ювентусе. Он заявил о том, что нельзя на 100 евро кушать в ресторане, в котором он хочет кушать. Не могу сходу вспомнить, она очень красивой из уст Конте звучала. Но суть была в том, что ему нужно больше, чем 100 евро, для того, чтобы клуб соответствовал его амбициям. То есть больше тратить на трансферном рынке. И дальше приходит Allegri, который без каких-то огромных затрат, наоборот, постоянно теряя лидеров, постоянно перестраивая команду, добивается успехов, о которых вы говорите. То есть, с одной стороны, это не выжженная земля, потому что с этим тоже можно было работать. С другой стороны, приписывать хоть какие-то заслуги Конте к этим новым командам, и учитывая, что Саре еще сильнее трансформировал и Челси, мне кажется, это совсем некорректно и совсем неправильно. То есть эти команды, они, конечно же, не разваливаются после Антонио Конте. Но, во-первых, Антонио Конте сам выступает активным инициатором, в крайнем случае провокатором, если нельзя его назвать именно инициатором, в некоторых случаях провокатором разрыва. И, во-вторых, всегда у него отношения с клубами недолгосрочные. Я думаю, вот из-за этого момента есть соблазн у некоторых ораторов использовать такое выражение, как «выжженная земля». Оно не до конца точное, но и ваша позиция, что все круто у Конте, потому что там команды как бы на его багаже еще что-то выигрывают. Нет, это не на багаже. И еще не забывайте сам контекст ухода. Вот такая какая-то промежуточная, но, на мой взгляд, вешанная позиция у меня по этому вопросу. Продолжение следует...